Добрый день дорогие друзья! Хотелось в этом видео осветить такой вопрос, который волнует многих, а именно огнебиозащита. Как обезопасить каркасный дом от воздействия огня, чтобы свести это к минимуму или вообще исключить? Существуют ли такие средства, которые обезопасят каркасный дом от пожаров. Ну, хотелось поподробнее остановиться на каждом этапе. Это конкретно каркас, чем его проходить, чтобы он не возгорался. Также листы ОСБ и внутренняя поверхность дома, а именно гипсокартонные листы, которые также являются огнеупорными. Какие листы, какие у них характеристики. Во-первых, хотелось поговорить о каркасе. Для каркаса существует огнебиозащита. Ее существует несколько классов. Вот самый лучший это первый класс. Вот в состав огнебиозащиты входят антиперены и антисептик. То есть антиперен это для того, чтобы понижать и замедлять горючесть материала, вот именно древесины. А антисептик, он служит от воздействия, то есть биозащиты идет от воздействия насекомых, жуков. Но мы сейчас говорим о огнезащите. То есть нас интересуют антиперены. То есть это вещества, которые замедляют. То есть они не полностью ограничивают горючесть материала, а просто они замедляют его горючесть и выделяют вещества, которые понижают и исключают возгорание материала. В данном случае это доска. Вот. Она будет обугливаться, она будет темнеть. Вот как здесь хорошо на картинке видно. Вот таким образом будет доска выглядеть. Вот. Но с ней ничто не произойдет. Хотел сказать, я использую некоторую информацию с сайтов. Вот. Для того, чтобы более доходчиво показать и объяснить этот момент. В данном случае сайт называется стройзащита. Вот здесь мне понравилась информация по поводу такой, что такое антиперены. Вот. Это вещества, которые, как я уже сказал, они защищают древесину от огня. Вот. И понижают горючесть материалов. Ну, то есть это не говорит, что они не горят. То есть они горят, но вот как здесь видно, просто обугливаются, но не воспламеняются. То есть это очень важно для того, чтобы огонь, он не переходил, не перерастал. Вот. А чтобы он... И еще такой момент интересный, что когда образуется вот такая вот обугленная часть древесины, она защищает дальнейшую древесину, как будто бы корочкой покрывая ее. То есть делает тем самым как защиту для того, чтобы дальше древесина не распространялся огонь на нее. Вот. То есть вот такая основная как бы защита идет. Вот. И она же, в принципе, это же огнебиозащита. Вот. Ею же покрываем листы, листы ОСБ снаружи. Вот. Но это на выбор, то есть можно не покрывать, можно покрывать, но в принципе, если мы думаем о защите древесины, то лучше это сделать. Вот. И как я сказал, существует два класса. Вот. Антиперены имеют две группы огнебиозащиты и эффективности. То есть первая и вторая группа. Вторая группа, она препятствует возгоранию. А первая группа, она защищает от возгорания. То есть разница. То есть поэтому, в принципе, она в разы дешевле, вторая группа. По-моему, раза в два в три дешевле, вот если брать пропитку. Но факт налицо. То есть там она просто замедляет возгорание. Вот. А когда класс первой группы, то есть антиперены первой группы, они защищают от возгорания полностью. И это действительно так. Это проверяли. И я проверял. Вот. Это является на самом деле так. То есть, грубо говоря, при пожаре на поверхности древесины такой, обработанной такой пропиткой, как бы происходит такое выделение негорючих газов, которые охлаждают древесину изнутри. И обугливает как раз вот эта тонкая пленка образуется, которая блокирует поступление кислорода, чтобы дальнейшего возгорания не происходило. Вот. Это что касается огнебиозащиты. Вот. Мы, в принципе, ее используем. Единственное, хотелось такой совет дать для того, чтобы покрывать. Не все они имеют цвет. В основном они прозрачные, имеют такой небольшой оттенок. Вот. Красноватый. Вот. Может даже зеленоватый какой-то. Вот. Но, то есть, советуется, чтобы было видно, где вы покрыли, где не покрыли, добавить у нее колер. Ну, часто добавляют красного цвета колер, который, когда мы проходим, мы видим, то есть, здесь мы хорошо обработали или здесь мы недостаточно обработали. И благодаря такому колеру мы можем видеть, насколько мы обработали огнебиозащитой древесину или листы ОСБ. Вот. Следующий момент – это утеплитель. Вот. Опять же, хотелось воспользоваться некоторыми характеристиками. Вот. Что такое основная характеристика технической базальтной ваты? Ну, во-первых, хотелось сказать, что из чего она изготовлена. Вот. Она изготовлена из базальтных пород вулканического происхождения. То есть, это камень полностью, камень, который является, во-первых, негорючим, потому что камень не горит, и который уже и так перегорел, потому что он из вулканических пород изготовлен путем вулканизирования. Вот. Еще что хотелось сказать. То есть, он выдерживает большие температуры. Вот. По некоторым показателям 700 градусов, по некоторым показателям 1000 градусов. В зависимости от фирмы, в зависимости от характеристик каждой плиты. Вот. Ну, и помимо того, что он не горит, то есть, он просто также обугливается, становится черным. Вот. И он препятствует прохождению воздуха вовнутрь вот этой сэндвич плиты, в которой он состоит. И таким образом, это также препятствует распространению огня, вот, благодаря вот такой базальтной плите. Вот. То есть, второй момент, который препятствует распространению огня, это сами базальтные плиты. То есть, если мы будем делать, утеплять пенопластом, то, конечно, эта характеристика, она, то есть, очень сильно проигрывает. Вот. Этот материал сильно проигрывает, потому что он горючий. Вот. Конечно, каменная вата незаменима в плане огнезащиты для каркасного дома. Вот. К тому же, каменная вата, она не проседает со временем, в зависимости от минеральной ваты. То есть, каменная вата, она не боится ни влаги. Вот. Дают гарантию порядка 50 лет. Вот. То есть, это достаточные такие характеристики, которые говорят о том, что можно использовать для строительства каркасных домов и не бояться по поводу того, что будет какое-то возгорание. Вот. На самом деле, то есть, она как бы обезопасивает дом, тем самым останавливает огонь и не дает ему распространяться. Если это снутри происходит, то не дает огню выйти наружу. И, соответственно, если снаружи возгорание, то не дает распространиться, чтобы перешел огонь вовнутрь. То есть, стена как бы блокирует ее. Вот. Это что касается каменной ваты. И последнее, что хотелось сказать, это гипсокартон. Вот. Имеется гипсокартон разного вида. Обычный, влагостойкий и гипсокартон огнестойкий. Может, не все знали о наличии такого гипсокартона. Он бывает как кнаупский, так и других видов. Вот. У нас, в частности, в Волгограде есть Волма. Фирма такая. Тоже выпускает такой гипсокартон. Вот. Я говорю конкретно о кнаупском в данном случае. Вот. Опять же, не рекламирую. Я просто говорю о наличии, что есть такая защита. Вот. Но. Сразу хочу сказать, что это не говорит о том, что он не горит. Он просто более устойчив к воздействию открытого пламени. Вот. Как здесь в характеристике написано. То есть, у него повышенная сопротивляемость к такому воздействию. И благодаря такой сопротивляемости, в совокупности со всеми моментами, которые мы уже обсудили, в частности, пропитка древесины, вот, каменной ваты наличии, в плане того, что это тоже является огнеустойчивым, дом является благодаря этому. Вот. То есть, в наличии всех этих характеристик, вот, мы можем с уверенностью сказать, что наш дом, если даже и будет подвергаться воздействию огня, он у нас не загорится. Вот. И благодаря таким материалам, наш каркасный дом, который мы строим, благодаря таким материалам, он будет более устойчив, даже более устойчив, чем кирпичные дома. Вот. И дома других материалов, вот, благодаря наличию вот таким характеристикам, которые мы сейчас обсудили. В принципе, все, что хотелось сказать, просто я, как бы, в этом видео хотел воедино собрать все материалы, которые существуют для каркасного дома, которые дают огнезащиту каркасному дому. Вот. Возможно, еще какие-то новинки существуют, вот, и они будут постоянно появляться. Но вот, на данный момент, как бы, хотел осветить вот эти моменты. Спасибо большое всем за просмотр. Если какие-то вопросы, пишите в комментариях. Всем счастливо! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...